слава иисусу христу слава господу послание эфесянам 4 глава 6 стих один бог и отец всех которые над всеми и через всех и во всех нас аминь аллилуйя спасибо тебе господь спасибо тебе царь вселенной аллилуйя друзья добрый вечер всем братья сестры поздравляю всех с пасхой да и с днями опресночными вот и как в новом завете говорится что апостолом павлом что будем праздновать будем праздновать да не закваску этом порока лукавства но с опресноками чистоты и истины аллилуйя вот и наша пасха это сам христос заклонный за нас слава господу вот и сегодня суббота шаббат и пасха вот у нас такой двойной праздник вот и слава богу за все вот и уже вечер ну уже дело к вечеру до уже 6 часов вечера в киеве да у нас да уже 6 часов есть уже все 6 часов вечера в киеве вот и приветствую всех в этом вечернем таком эфире прямом эфире и друзья завершается пятнадцатое число месяца не сам начинается уже 16 число отчет омера дни опресночные сейчас это можно сказать как вот принято у нас называть православие пасхальная неделя это как раз в дни опресников да мы кушаем опресники хрустим мацой вода просто опресники просто хлеб бедности хлеб пасхи это хлеб бедности это хлеб свободных людей вышедших из рабства потому что с такой поспешностью вышли мы что даже тесто не вскисло и петли пресные лепешки не квасные как обычно да именно пикли к пресной лепешки вот и да все эти дни первые пикли эти хлебы и кушали пресные хлебы вот слава богу вот с тех пор воспоминание об этом чуде вот согласно божьему слову да вообще здесь снова прочту вот аллилуйя второзакония 16 глава наблюдайте наблюдая месяц авив но месяц не сам не оговорил уже да кто подключался раньше на трансляции эти но на всякий случай напомню потому что разные люди подключаются кто-то впервой может быть будет смотреть это видео такое подобное может кому-то даже чудно будет что батюшка православный и рассказывает об опреснаках почему зачем в общем то откуда это дело в том что на самом деле вот знак пасхи это не вот как у нас ну стереотип такой уже это квасная как раз ассоциация с заквашенным ассоциация с таким куличом выпеченным высоким куличом обложенным крашеным яйцами вот как бы и вот творожная сырная пасха да значит то есть как бы вот такие ассоциация такие обычно вот кулич яйца вот кстати сама пасха да вот творожная сырная пасха вот она принципе более как бы вот ближе к истине а насчет хлебов это мы переборщили очень серьезно это мы в древности еще в раннем средневековье к сожалению вот эта традиция укоренилась на зло евреям а получилось на зло господу богу и на зло самим себе же вот на беду придумали традицию такую переняли языческую оккультную традицию есть квасная вот но на самом-то деле вот вот это знак а пасхи маца маца просто пасха вот знак пасхи символ пасхи поэтому даже на странице у себя там я выставляю эти дни и на фейсбуке в частности выставляю и в блоге своем тоже выставляю знаки мацы выставляю всякие картинки с мацой чтобы напоминать верующим что пасха наша христос что мы бесквасны что бог видит нас бесквасными мацой не куличом греховным горделивым нет а вот скромный мацой он видит нас вот пресными вот если для неверующих это как бы знак такой нехороший как бы пресная жизнь верующего обычная ассоциация такая вот какая жизнь верующего а пресная скучная а в смысле такая никчемная вот но на самом деле здесь великая тайна что нам должно умоляться ему должно расти на самом деле что мы ничто он все и вот это местописание из нового завета потрясающее местописание я как раз озаглавил ну да написал уже здесь уже выставил в этом в сообщениях написано интересное сообщение все сообщения зачем только интересно все пускай будут видны чат а в чате вот называется чат я за извиняюсь в чате написал из ефесян послание апостола павла ефесянам 4 глава 6 стих один бог и отец всех который над всеми и через всех и во всех нас аллилуйя спасибо тебе господь спасибо господи спасибо за все вот спасибо богу за эту благодать и милость спасибо за вот спасение что мы без квасны закваска и в старом завете в новом завете она ассоциируется всегда именно с пороком лукавством это как бы закваска это дрожжи да вот эти вот заквас заквас закваска сама классная все это ассоциация с как бы образы порока лукавства вот и иисус христос сам говорил ученикам своим беречься закваски фарисийской суду кейской и рыдовой беречься вот этого зла лицемерия он вот вот еще ассоциация и как бы прообраз вот закваска это как бы образ вот лицемерия образ закваска там фарисейская суду кейская и рыдова то бишь значит идет речь о лицемерии религиозном лицемерии религиозно-политическом и политическом лицемерии вот как бы вот эти три лицемерия вида как бы да закваска фарисейская суду кейская и рыдова вот она действует вот и квасит тело христова и метастазы этого лицемерия они по всему телу христа распространились а вот тоже опять таки сам господь это предсказывал все в писаниях мы это читаем он говорил что вот одна из его самых страшных притч о царстве своем это женщина взявшая закваску бросившая в три меры муки пока все не вскисло вот и это притч означает действительно что закваска порока и лукавства начнет действовать будет брошена в царство и она начнет действовать и вскиснет все вот это все это очень пугающе конечно звучит вот то есть иисус он не смотрел на свое царство государства на свое королевство он не смотрел через розовые очки и нас не учил идеализировать царство божье он говорил что не вот евангелие царство достанет не только хорошую рыбку но и много негодной рыбы вот и что он на огороде царства божьего на поле царства божьего не только хорошие злаки будут расти ну изначально как бы по по и по идее это только хорошее было посеяно то но затем проспали бодрствующие, ну, те, кто должны были смотреть, наблюдать, сторожа. Вот. И пришел враг и посеял плевелы свои. И все росло. И плевелы, и сорняки все эти, да, и хорошее зерно. Все вместе росло. Вот. И согласно притче Христа, все это будет продолжаться так или иначе до ну, до скончания века, одним словом. До скончания века. Вот, дамы и господа, вот, и в Новом Завете апостол Павел говорит как раз, значит, что очистите старую закваску. Очистить закваску порока, лукавства. Очистим закваску. Как очистить закваску? Я просто удивляюсь. Действительно, здесь просто фантастика. По-человечески невозможное абсолютно деяние. Действие невозможное. Как так? Заквашенное и очистить закваску. Как? Это невозможно. Вот. Вам это любая хозяйка скажет. Не то, чтобы ученый человек. Даже любая хозяйка вам это скажет. Если я пример такой, иллюстрацию такую допускаю, да. Вот. У себя в церкви об этом рассказывал тоже не раз уже. И в гостях тоже пример такой приводил. С мацой там, значит, там и закваска, и со всеми. Я думал взять кулич сегодня купить, значит, ну, специально для иллюстрации. Потом думаю, не, не надо. Думаю, не надо. Если когда-нибудь, ну, посмотрим. Я думаю, что возьму все-таки, наверное, в конце недели, когда все пройдет, это Иван Левко, слава Иисусу Христу, шаббат, шалом, аминь, аминь. Воистину, шалом, воистину, слава навеки Богу святому. Да, сегодня вот такое у нас празднество и Пасха, и, значит, и суббота, шаббат, шалом, и отвечаем воистину, шалом. Вот. И, друзья, да, Пасха, Господня, Пасха. Кстати, в Западной Церкви по католическому календарю, протестантскому, западному, да, то совпадает тоже с Пасхой библейской, в этот раз, по крайней мере, да, ну, и часто совпадает, так вот. Вот, слава Богу. А вот у нас в православии, к сожалению, вот, не так, как надо, все не так, как надо. Вот. Касательно календаря вообще там, ну, будем так говорить, намудрили, намудрили отцы наши, и, к сожалению, вот, все это продолжается до сегодняшнего дня. Хотя, нет, хотя многие церкви, там, допустим, православные, там, вселенские патриархаты, другие, вот, то, значит, это, они перешли уже на новый стиль. Завтра немало христиан празднуют воскресенье, Христово воскресенье. Да, так и есть. И завтра и католики, протестанты, православные многие церкви, почти все православные церкви в мире празднуют, значит, по новому стилю, кроме стран бывшего Советского Союза и некоторых отдельных, там, в таких полуподпольных, таких полупартизанских, таких старостильных объединений, таких церковных, православных, некоторых, малочисленных. А все канонические православные церкви и второканонические уже давно перешли на новый стиль. Вот. И завтра празднуют, да, и вселенский патриарх празднует, значит, Пасху Христову. Поэтому, да, вот у нас из-за такой отсталости, вот, значит, ну, железный занавес был, там, как бы, советское время, как бы, поэтому в стороне стояли мы всегда от этих процессов, мировых, таких, глобальных. Но, ничего, наверстаем. Слава Богу, что митрополит Епифаний, вот, киевский, дай Бог ему здоровья за это, он как раз вот ратует за то, чтобы православная церковь Украины, которая с Томасом, вот, каноническая теперь, да, она вот, чтобы тоже, вот, вошла в этот процесс такой, мировой процесс глобальной такой реформации, глобальных таких перемен церковных. Слава Богу, дай Бог ему здоровья. Я вот молюсь за этих священнослужителей, в частности, за Эпифания, благоставляю его и молюсь, чтобы действительно, чтобы православие в Украине подало пример всем странам бывшего, вот этого безбожного, атеистического Советского Союза, пример именно вот этой доброй такой воли, пример реформации, пример обновления. Сейчас, конечно, идет речь о очень незначительных таких переменах, очень таких второстепенных и третьестепенных пока изменениях, не кардинальных, не глобальных. Но, но, знаете, друзья, я верю, что начавший он продолжит, Господь всемогущий продолжит эту реформу. Вот, и вот это местописание, в начале, которое я указал из послания Ефесянам 4,6. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестры, Господь да благословит, благословит нас. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо. Кстати, когда я в Грузии был, вот, еще первый раз еще, вот, в служении, когда встреча была с метрополитом Христофором Цаломаидзе, старейший метрополит, кстати, надо будет поинтересоваться, жив ли он еще. Если жив, очень хочется его еще застать в теле, вот именно пообщаться вживую с ним, потому что человек уже, ему уже около 100 лет уже, я думаю, что уже, наверное, уже 100 лет уже есть ему даже. Вот, старец, тогда, когда мы с ним виделись, ему было уже за 90. Но такой крепкий мужик, такой крепкий, такой священнослужитель, служитель молодец, слава Богу, Бог хранит праведника. И вот и с метрополитом Христофором, когда общались мы, то как раз вот именно, что меня очень сильно подкупило, что меня именно сильно вдохновило, что человек готов вот к таким переменам, несмотря на возраст, почтенный уже за 90, но готов к переменам, готов к таким, ну, пересмотру даже вероучений. И интересно, я ему когда про пресники рассказывал, там другие священники помоложе, которые возле него, они как бы так, ну, их это не очень, им это понравилось. А Христофор говорит, да, в этом что-то есть, может быть мы и правда где-то, значит, перегнули палку, и может надо, пора уже вернуться, как бы, к первоначальной нашей традиции. Слава Богу. Вот, а раввин киевской еврейской мессианской общины Борис Хрисенко, здесь в Киеве, рассказывал, уже не раз даже рассказывал о поездке в Румынию, как называется, забыл я, он говорил, слушайте, название такое интересное еще, ну, даст Бог вспомню. Монастырь в Румынии, я сам в Румынии просто ни разу не был еще, вот, я знаю со слов и нашего епископа Богдана Ионеско, вот, и со слов раввина Бориса Саулуча Хрисенко, вот, значит, и Кимо, это Кимо, киевская еврейская мессианская община, рекомендую, зайдите на их сайт, там очень много полезного, много назидательного услышите, увидите, вот, слава Богу. И вот, значит, он говорил, что в каком-то монастыре они были, там, значит, там разные были священнослужители, мессианские раввины, мессианские служители, вот, и было несколько, ну, с десяток, несколько было этих епископов православных, и один из православных епископов высказался, как раз именно, вот, вот, говорил о необходимости восстановления, реформации в церкви православной, в частности, вообще в христианстве глобально, даже не только у нас в православии, говорит, вообще глобально в христианстве, и высказался о том, чтобы, значит, вот, как раз еврейская составляющая в теле Машеха, в теле Христа была восстановлена, вот, о мессианском служении говорил, думаю, слава Богу, слава тебе, Господи, слушайте. Это большое благословение, я считаю, что, вот, надо познакомиться будет с румынскими священнослужителями, вот, потому что у нас есть, там, Богдан и Онеско, но я сам еще ни разу не был в Румынии, но я думаю, что, вот, благодаря тому, что в свободном мире они, вот, как бы, и, поэтому вот эти процессы реформационные, как бы, да, они набирают силу. Я думаю, что и Украина, вот, надеюсь, на завтрашних выборах будет все правильно, вот, и, значит, курс страны не изменится, вот, в Европу, ЕС, евроинтеграция, значит, потому что это очень важно для, вот, такого нормального демократического развития страны, и хорошие условия, свобода всегда, это хорошие условия для реформ церковных. Диктатура, да, гонения, они, по-своему, хороши, ну, как, это, возможность своей даже смертью прославить Господа Иисуса, да, это возможность свидетельствовать, чудеса совершаются, да, великие, как правило, но, по поводу реформ, ну, не до того, честно говоря, обычно, хотя, как сказать, вот, в Египте, допустим, копты переживали реформы именно как раз в процессе давления на них, гонения на них, вот, это исторический факт, вот, наших дней, вот, после Второй мировой войны, когда, вот, эти гонения на коптов усилились, то, да, многие священнослужители, они, вот, свое даже богословие видоизменили, и теперь, там, ни Мария, ни Матерь Божья, ни святые, там, угодники, ни ангелы, архангелы, ну, их тоже вспоминают, доброе слово, но, я общался просто с коптами в США, встречался с коптами из Эфиопии, из, откуда еще, ну, с Египта, Эфиопии, и, по-моему, с Сомали еще даже, то есть, еще какая-то страна африканская, тоже черная, вот, значит, и, и с черного континента, и вот, что интересно, у них через слово Jesus, 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 я думаю, да, думаю, вот это, да, думаю, да чтоб я так жил, думаю, здорово, православные священнослужители, и у них все время Jesus, 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 думаю, здорово, молодцы, думаю, вот, и, так, рассудил, что даже в процессе гонений, вот, у них богословие, оно стало, что называется, христоцентричным, христоцентричным, то есть, Иисус Христос занял, Jesus Christ, и Ишуа Машиах, и Сам Асих, занял центральное место в их теологии, в их практическом служении Господу, но чаще всего, вот, процессы такие реформационные набирают силу, как раз, именно, в момент свободы, в момент свободы, и поэтому, вот, молюсь о том, чтобы вот эти процессы реформационные, которые сейчас уже, они проявляют себя понемногу, здесь, в православии, я имею ввиду, но вообще, в христианстве здесь, в католицизме, да, в протестантизме, вообще, идет такое, вот, такое пробуждение духовное, такое сильное здесь, в Украине, но чтобы, и касательно нас, православных, чтобы здесь было вот это вот, дальше пробуждение, именно реформационное такое движение такое, слава Богу. Завтра, друзья, кто в Киеве, приходите на Кловскую, и, к сожалению, не сможет быть наш благочинный опять, не будет его, значит, и не будет отца Максима, к сожалению, тоже, он написал мне, он в Одессу, оказывается, уезжает, поэтому я вот завтра, получается, священнослужители буду один, отец Виктор, не знаю, будет, не будет, не уточнял я, вот, значит, но приходите, пожалуйста, и вместе порассуждаем, помолимся, как раз, значит, и темой вот этого воскресенья и следующего, как раз, то есть, пасхальная и постпасхальная, ну, православная Пасха будет уже, вообще-то, сразу после библейской Пасхи, сразу после завершения библейской Пасхи, значит, по библейскому календарю, да, начинается православная, с запозданием всегда, позднее зажигание будем договорить, да, значит, но в 1800, пишет, да, кто? Иван Левко, в 1899 году, значит, в Бухаресте начали проповедовать христианские братья, ну, да, в конце, вот, Папеску, как раз переводил-то, в конце 19 века и начал 20 века, как раз там пробуждение было, даже среди священников, даже, покаявшиеся, вот эти священники, вот, они как раз вот, и там, начинали процесс реформации тоже, слава Богу. В 1920-х годах, два православного священника, Дмитрия Корнелевского, переводчик Библии Корнелевского, да, 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 и Дмитрию Корнелевского, да, вот, и это как раз вот благословением стал для Румынии, потому что перед Второй мировой войной, как раз вот между мировыми войнами, вот, значит, и как раз вот перед Второй мировой войной там был регион такой в Румынии, охваченный вот этим духовным сильным пробуждением тогда. Иван Левко пишет, да, опять избранный в список ста величайших румын Итодор Папецку, основатели евангельского движения, признанное, да, в 1927 году правительством как христиане по Писанию, да. Алекс пишет, да, хак, пэсэх, сэмэх, шалом, хак, пэсэх, сэмэх, шават, шалом, благословений, благословений вам, слава Богу, да, друзья. Поэтому благословляем Румынию, вот, и надеюсь, что вскоре получится у меня быть там все-таки, посетить братьев, особенно вот как раз побыть у Богдана нашего, Ионеска, вот как раз именно, вот, чтобы развивать дальше с Ним служение там, в Бухаресте, вот, да и по Румынии по всей. Слава Богу, спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Господь, за благодать эту. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за этот вечер. Завершение 15-го Ниссана, Боже, и начало уже, счета Амера, начало 16-го Ниссана. Спасибо Тебе, Господь, за все эти дни опресночные. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да, друзья, совершим сегодня тоже причастие, хлебопреломление. Вот, есть плод виноградной лозы, сок у меня. Заранее понакупил как раз и мацы, и сока. Вот, значит, и тоже совершим причастие. Эти дни я совершаю мацой. Я и кушаю ее, вот, и завтрак, и обед, и ужин у меня все с мацой. Да, значит, и вот причастие совершаю тоже мацой, хлебопреломление. Вот, знак чистоты и истины. Спасибо Тебе, Господь, за этот добрый вечер. Благодарю Тебя, Боже, за Твою благодать и милость. За эту Пасху Твою, Божью Пасху. Аллы пишут, да, Коваленко, да, Шаббат, Шалом, Хак, Песах, Самех, Барух, Ата, Адонай. Элогейну, Мелеха, Улам, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Царь всей Вселенной, Аллилуйя. И мессианское пробуждение, оно формируется сейчас, и в том числе в православном мире. Вот, вот как раз со слов Бориса Саулыча Грисенко, Киевского раввины, как раз я знаю о таком мессианском пробуждении среди православных священнослужителей и мирян там, в Румынии. Вот, но я еще там ни разу лично не был, поэтому я знаю лишь со слов раввина. Но, то, что я лично видел, это православные священнослужители в Америке, которые переживают такое мессианское пробуждение. И даже один из епископов, Марк Керси, Симеон Иоанн I, да, Марк Керси, епископ православный, православный белый епископ, да, из США. Он даже записался в университет Иудаики, стал изучать традицию, стал изучать именно основы, вот, истоки христианства, христианской веры. Вот, еврейские корни, вот, веры христианской, библейские основания, эти библейские корни. И, в общем-то, я думаю, вот это, да, думаю, слава Богу, Господь благой, человеколюбивый и истинный, слава Богу. То есть, это пробуждение мессианское, оно затем будущее на самом деле, потому что оно коснется и уже касается разных конфессий, разных динаминаций. Вот, и мы православно не будем стоять в сторонке, знаете ли, тоже будем идти в этом, двигаться в этом служении, слава Богу. Тем более, что, несмотря на антисемитизм в православии, ставший притчей во языцах, что называется, потому что, чего греха таить, именно из всех ветвей христианства, древних, новых, разных ветвей, вот, именно православные ветви, как правило, представляют из себя вот самые, к сожалению, антисемитские ветви христианства, отравленные этим ядом. Но, с другой стороны, как раз именно православие из всех ветвей христианства наиболее близко, вот, по традициям, своим культуре, именно к библейскому иудаизму. Как ни странно, как ни парадоксально. Хотя, это все, в принципе, объяснимо, потому что, чем ближе родня, тем, в общем-то, больнее ссоры бывают, знаете ли, вот. И поэтому православие все-таки, оно в целом глобально, оно, если брать, оно ближе к библейским основаниям, к этим еврейским корням. Но, при всем при том, самое является антисемитское. Вот, поэтому, в общем-то, я верю в то, что среди православных священнослужителей и у нас здесь, и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в странах бывшего Советского Союза тоже начнется такой же процесс, который сейчас уже идет в Европе и в США, в частности, среди православных священнослужителей. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе! Спасибо, спасибо! Спасибо! Да, а то доходят до смешного, такого, трагикомичного. Разговариваешь с некоторыми священниками, здесь у нас, вот, в Украине, в России, допустим, общаюсь я вот с разными священнослужителями, потому что я тружусь последние годы в основном, я сейчас мало куда езжу, в основном Россия, Украина, Украина, Россия, служу вот в разных городах, в этих двух странах наших. И, знаете ли, общаюсь с священнослужителями Московского Париархата, там, Киевского Париархата, разных очень канонических, неканонических, там, новостильных, старостильных, старых обрядов, новых обрядов, разных. Вот, и знаете, что отмечаю, что действительно процесс, пусть он не такой быстрый, как вот должен был бы быть все-таки, на мой взгляд, но медленно, но верно идет этот процесс, слава Богу, время реформации, век интернета, дамы и господа, это благословение, огромное благословение. Вот, молюсь о том, чтобы изоляция, интернетная изоляция России, она просто была разрушена, чтобы не было этой изоляции, чтобы все эти козни Лукавого были разрушены во имя Иисуса Христа, потому что, знаете ли, изоляция, она всегда политическая, религиозная, это всегда дух сектанства, это всегда лишь способствует, ну, пагубе, будем так говорить, заболеванию, какому-то недугу, мнению, ну, о своем каком-то превосходстве и прочее. В распятии Христа виноват не еврейский народ, а наши грехи. И, конечно, вот, с этим никто не спорит-то, вот, значит, что не только грехи евреев были на Христе, не только Христос взял грехи евреев и еврейский народ искупил. Нет, он искупил весь род человеческий, поэтому грехи всех нас были, евреев, не евреев, неважно, вот, грехи всех нас были на Христе Иисусе, Поэтому и ранами Его не только евреи исцелены, но и все мы исцелены. Ранами Иисуса Христа все люди исцелены. В этом благая весть. Поэтому я вот это местописание-то и обозначил в самом начале. Это как раз вот. Вот сейчас здесь опять открою это местописание. Ефесянам 4.6. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Аминь. Да, многие любят на еврейский народ всю вину валить. Но, ну да, это многие любят так вот поступать. К сожалению, да. Вообще это признак очень нехороший, когда человек начинает винить в своих проблемах соседа, ну кого угодно, друзей, врагов, кого угодно. Обстоятельства, воспитание, ну что. То есть валить на что-то другое. Потому что это признак незрелости. И поэтому и антисемитизм, и прочие всякие атеизмы, как правило, это признак душевной, духовной такой неполноценности, незрелости. Потому что человек взрослый, он готов признавать ошибки и работать над своими ошибками. Готов признавать вину и работать над ошибками. А человек незрелый духовно, он будет винить кого угодно, что угодно вокруг себя, но только не себя. Не признавать ошибок своих. И тем более не работать над их исправлением. Поэтому антисемитизм, как и многие другие недуги, это все от духовной незрелости. Поэтому исцелением служат лишь покаяние, на самом деле возрастание духовное, погружение в любовь Божью. Когда слово Божье изучение, потому что когда мы познаем слово Божье, мы взрослеем, мы умнеем, мы развиваемся. И тогда вот это всякое, и антисемитизм, и прочее, всякие эти вот заморочки, эти вот, все эти ереси, заблуждения в плохом смысле слова, да, ереси. Вот они просто отшелушиваются просто-напросто. Они не могут уже тогда быть на нас. Вот, слава Богу. Потому что, действительно, один Бог и Отец всех, Который нас всеми, и через всех, и во всех нас. Аминь. Слава Богу. Так что, вот, пусть Бог благоставит сегодня всех нас, друзья, братья, сестры. Все, кто подключился, благоставляю вас во имя Господне. Приломим сегодня хлеб, порассуждаем о теле крови Христа, о Пасхе Господней. Пасха Господня. Ахсамэх, Песахсамэх. Пусть эта Пасха будет радостной и святой. Наша Пасха Христос. Но, вот эти дни календарной Пасхи, хочется, вот, действительно, помолиться о том, чтобы, и молюсь о том, чтобы, вот, эта евангельская весть, весть о спасении. Мы же смерть Господню возвещаем. Это, ну, парадоксально, конечно, для многих это странно даже. Что в этом радостного, да? Возвещать смерть чью-то. Но смерть Господа, это жизнь наша на самом деле. Это спасение наше, исцеление наше. Вот почему мы возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. Мы это делаем радостно, мы это делаем, действительно, вот, искренне. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Потому что кровь Иисуса Христа была пролита за всех нас. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Потому что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это есть как раз возвещение смерти Господней, которой есть жизнь наша. Он отдал свою жизнь за жизнь мира. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И мы рассуждаем о теле крови Христа. Я рассуждаю сегодня, преломляя этот опреснок. В неделю опресночную эту, преломляю опреснок и говорю, что да, он сухой, простой, здесь ничего нету, вода, мука, все. Но я молюсь о том, чтобы вот это осознание, чтобы мой разум, моя душа стал вот этим опресником, простым. Будь попроще, будь простым. Где просто, вот мудрецы говорили, православные, древние, где просто, там ангелов соста, а где мудреногут, там ни одного. Вот, и это самая простая вещь. Знаете ли, это вам не знак горделивости, не знак там порока, лукавства, так называемый кулич, да, пасхальный, лже-пасхальный, будем так говорить, кулич. Потому что наша пасха, это бесквасный опреснок. Знак нашей пасхи, библейской пасхи, христианской пасхи, иудейской пасхи, библейской пасхи, это опреснок, это чистота и истина. А то, поднявшиеся на дрожжах, это все знак порока и лукавства, символ греховности, горделивости людской. Но, я верю, что Бог может из кулича нашей греховности сделать мацу своей праведности. Из кулича нашей греховности Он сделает мацу своей праведности. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной. Благословен Господь, Бог наш, благословен. Благодарю Тебя, Господь, за хлеб наш насущный. Благодарю Тебя, что да, Ты даешь нам хлеб из земли, даешь нам хлеб, произращаешь для нас хлеб из земли. Но, наипаче Тебя, благодарю за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа, праведника. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную. Аминь. Аминь. И, поднимая бокал этот, я смерть Господню возвещаю сейчас, преломляя хлеб и поднимая чашу, я возвещаю смерть Господа Иисуса Христа. Смерть моего Спасителя, возлюбленного, который умер за всех нас, который был предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Бог наш, Царь Вселенный, давший нам плод виноградной лозы. А наипаче, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, о великий виноградарь, за лозу небесную, за Иисуса Христа, за кровь святую, агнца Твоего, которой искуплены мы от суетной жизни, преданы нам от отцов. Благодарю Тебя, что кровью святой, Твоей святой кровью, Иешуа Машиах, Иисус Христос, мы спасены. Я спасен телом Иисуса Христа, ламимом. Я спасен кровью Иисуса Христа, пролитой на Голговском кресте. Я исцелен, я благословен всеми благословениями небес, через кровь святую, агнца Божьего. Аминь, аминь, аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Братья и сестры, кушайте, пейте. Кто не будет кушать тело его и пить его крови, тот не будет иметь в себе жизни. И мы кушаем и пьем его тело и кровь не просто нашим ртом, поэтому не качество вина или хлеба, а качество нашей веры. Вот что важно. Потому что причастие совершается не просто ртом, я говорю. То, что входит в нас, оно не может нас ни осквернить, ни осветить, тем более. А то, что исходит из нас. И что же исходит, что может нас осветить? Наше рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Наше рассуждение. Вот что важно. Причастие совершается умом, сердцем, душой нашей. В первую очередь. Поэтому прославим Господа. Поблагодарим Его за все. Он наша Пасха. Он наша Пасха. Притом не просто раз в году, а он наша Пасха каждый день нашей жизни. Он сказал, он сам сказал ведь, да, перед тем, как уйти ему, он сказал, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Агнец Божий. Благодарю Тебя за победу Твою. Благодарю Тебя за кровь святую Твою, которая пролита не напрасно для спасения всех. Благодарю Тебя, Боже, что грехи мои прощены. Ты взял на себя мои немощи и понес мои болезни, и ранами Твоими я исцелен. И все благословения небес, они через Твою жертву, через кровь святую Твою, они пришли в мою жизнь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Ты, Бог наш. Благословен Господь. Ты моя Пасха, Христос. Аминь. Братья и сестры, пейте, ешьте, рассуждайте о теле и крови Христа. И завтра в 6 утра вместе совершим тоже причастие. И я совершу причастие с вами здесь в 6 утра и сразу отправляюсь туда, на Кловскую, где у нас служение будет, собрание завтра. Поэтому, кто в Киеве будет завтра, добро пожаловать. А сейчас вечер такого размышления. Конец 15-го Ниссана, начало 16-го Ниссана. Да, сегодня 20 апреля, вечером начинается уже 16-е Ниссана. Неделя опресночная. Мы отчитываем Амер, это отдельная тема, но очень важная тема тоже. Возношение Снапа и отчет Амера. То есть, время до Шивот, до Пятидесятницы. Вот, отчитываем, каждый день отчитываем. По традиции, это очень красивый обряд, такой традиции очень красивый. Но самое главное, мы должны понимать, что для нас и Пасха, и Пятидесятница, вот эти дни опресночные, это все для нас указание на нашего Избавителя, на нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Я предоставляю вас. Размышляйте сейчас один на один с Богом. Или в кругу семьи, вот, с женой, своей детьми. Вместе рассуждайте о теле крови Христа. Преломляйте, кушайте, пейте и рассуждайте о теле крови Христа. И знайте, что на косяках нашего разума, нашего сердца, нашего сознания, подсознания, кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего. На косяках наших семей, наших домов, наших хозяйств, ну, всего нашего, нашего бизнеса, нашей работы. Кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Губитель проходит мимо. Бог со своими благостовениями пребывает среди нас. И один Бог, Ефесянам 4,6, еще раз. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благостовения всем вам. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.